Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Сегодня у нас с вами урок по HTML и CSS. Мы с вами рассмотрим, как сделать ссылку на текст. Давайте посмотрим, как это легко и просто сделать. Переключимся на рабочий стол. Создадим новую папку. Правой кнопкой «Создать папку». Сайт 2. Enter. И в ней создадим новый документ. Правой кнопкой «Создать текстовый документ». PageOne.HTML. Enter. Расширение HTML необходимо для того, чтобы браузер у вас мог сразу открывать этот файл внутри себя. Также, если вы не видите расширения, то помните. Нажимаете на закладку «Вид» и нажимаете на вот эту кнопочку, на галочку «Расширение имен файлов». Если у вас так, вы не видите. Нажали «Вид», нажали, и вы сразу видите расширение. Нажимаем правой кнопкой на файле и берем «Open with brackets». Brackets – это такой редактор для HTML-страниц, который вам позволяет легко редактировать код. И в нем есть классные плагины. Например, плагин «Emmet», который позволяет достраивать HTML-теги. Смотрите пример. Нажимаем «Создательный знак» и нажимаем «Табуляцию». У вас достраивается минимально необходимая структура HTML-документа. Тег HTML, тег HEAD, тег BODY. Отлично. Давайте в теге title, вот здесь вот, поменяем название нашего сайта. Например, делаем ссылки. Делаем ссылки. Сохраняем. Идем в BODY и давайте с вами создадим какой-нибудь текст. Например, нам нужен заголовок. H1 пишем, табуляция. Пишем «Привет, это мой сайт». Отлично. Теперь нам нужен какой-то абзац. P – табуляция. Плагин «Emmet» достраивает вам сразу первый и конечный тег. Да, вот он достроил. Пишем «Текст1», пробел. И давайте скопируем это несколько раз, чтобы у нас был какой-то текст на экране. Ну вот он скопировался. И давайте этот абзац скопируем несколько раз. Ctrl-V, Ctrl-V. Сохраняем. Идем в проводник и нажимаем два раза на нашем файле. У нас открывается страница, которая показывает заголовок и наш текст. То, что вы сейчас видели большие буквы, это было так, потому что был другой масштаб. Масштаб меняется, когда нажимаете Ctrl или крутите колесико. Чтобы сбросить его, надо нажать Ctrl-0. Итак, вот наш сайт. Который имеет заголовок и два абзаца, ну три абзаца. Этого нам достаточно. Теперь предположим, что у нас с вами есть еще одна страница. Давайте мы ее сейчас с вами сделаем. Идем сюда, в папку «Site2». Давайте скопируем эту страницу, Ctrl-C, Ctrl-V. И переименуем ее в «Page2.html». И откроем ее также в редакторе Brackets. Правой кнопкой «Open with Brackets». Пишем в тайтле 2, чтобы мы могли их отличать. Вот «Page2». Лишнее закроем. И «Привет, это мой сайт». Ну, давайте уже напишем. Это страница 2. Это. Так, переключимся. Страница 2. И заменим вот этот текст 1, Ctrl-F. Берем поиск. И заменить. Текст 1 меняем на текст 2. Текст 2. Заменить. Все. Все. Теперь у нас весь текст здесь стал цифркой 2. Отлично. Сохраняем. Проверяем наш «Page1». Здесь все нормально. «Привет, это мой сайт». Добавим сюда единичку. И в тайтле сделаем тоже единичку. Теперь у нас с вами две страницы. Первая страница с текстом «Текст1». И вторая страница с текстом «Текст2». Хорошо. Давайте сделаем с вами возможность перехода с одной страницы на другую. То есть, вставим ссылку. Для этого используется тег «А». Перейдем, как мы его вставим. Давайте посмотрим эти две страницы, как они у вас отображаются в браузере. Идем в проводник. Так, открываем проводник. И нажимаем «Page2» два раза. У нас открылась с вами новая страница. Делаем ссылки 2. Причем, в предыдущей странице, если ее обновить, делаем ссылки 1. Имеет заголовок. И заголовок страницы имеет «Привет, это мой сайт 1». То есть, мы с вами теперь не ошибемся. Вот они, две страницы. Давайте рассмотрим, как же сделать ссылку, чтобы с этой страницы перейти сюда, а с этой вернуться назад. Хорошо, возвращаемся в редактор кода. И давайте сначала сделаем это на странице 1. Вот сюда, после первого абзаца, пишем тег «А». Просто английское «А». И нажимаем «Тубуляцию». У нас «Page2» достраивает ссылку. Здесь есть обязательный параметр «Href». Он указывает, куда перейти по этой ссылке. Ну, так как у нас страница «Page2» называется, пишем «P». Или редактор сразу подсвечивает нам список возможных файлов, которые могут подойти по вот этому ключевому слову «P». Выбираем «Page2». Между двумя тегами, открывающим тегом и закрывающим тегом, мы можем написать с вами какое-нибудь слово, для того, чтобы пользователь увидел, что будет, когда он нажмет на эту ссылку. Так и напишем «Открыть страницу 2». Сохраним. Ctrl-S. Идем с вами в Яндекс, нажимаем «F5», и мы видим, что у нас появилась ссылка «Открыть страницу 2». Когда мы на нее нажмем, у нас открывается в этом же окошке страница 2. Делаем ссылки 2. Нажмем «Назад», вернемся на страницу первую. Теперь то же самое давайте сделаем на странице 2, чтобы мы могли вернуться на первую. Идем в редактор кода, копируем эту ссылочку, открываем страницу 2, вот здесь с левой стороны, и вставляем это, давайте даже сразу после тега h1, Ctrl-V, и напишем «Вернуться на страницу 1». И как мы помним, страница 1 у нас с вами называется «Page 1», то есть двоечку меняем на единичку. Сохраняем. Смотрим, что у нас получилось. Идем в Яндекс, нажимаем «F5». Ну, мы на первой странице. Нажимаем нашу ссылку «Открыть страницу 2». Открыли. Попали на страницу 2, и здесь есть «Вернуться на страницу 1». То есть теперь мы с вами можем переходить с одной страницы на другую, используя навигацию через ссылки. То есть сейчас вы увидели, как легко вставить ссылку в HTML-документ. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставьте лайки. Нажимайте колокольчик. Присоединяйтесь к нашему сообществу программистов, если вам это интересно. Будете новые видео увидеть вперед всех. Вступайте в группу ВКонтакте. Пишите, задавайте вопросы. Постараюсь ответить. Всем удачи в таких классных начинаниях. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...